Итоги недели Наш пиле Хорошо, что не гори Одна нога сильно короче другой Спасибо, друзья Как вам, кстати, Николай Николаевич Вопрос Вчерашняя игра нашей сборной Если вы смотрели на стадионе Динамо Я не был на стадионе Динамо Но по телевизору смотрел Правда переключал на другой фильм С очень сильной вывеской Германия и Испания Но он Нас тоже посмотрел Как, кстати, они сыграли? 1-1 На последней минуте добавленного времени На шестой минуте добавленного времени Испанцы сравняли счет Но это все-таки 2-2 команды Лидирующие в мировом футболе Поэтому должен был отвлекаться Ну, хорошо сыграли наши Вообще они меня удивляют Потому что они играют Последние годы лучше ожиданий Лучше ожиданий И выше своего объективного рейтинга То есть из них, конечно, тренер выжимает Выжимает просто выше максимума Их реальных возможностей На самом деле Потому что звезд у нас там По мировому, так сказать Такому гамбургскому счету Мягко говоря, немного Если вообще есть Но даже по сравнению со сборной Сербии С которой мы играли накануне Где есть несколько игроков Из топ-клубов Европейские звезды Милинкович, Савич Да-да-да-да У нас таких нет Но он хитрился поставить игру И достаточно такую, я бы сказал Нескучную игру Совершенно нескучную Совершенно кучу моментов Ну, правда, понятно Что это начало отборочного цикла Тем более это, как называется Кубок нации Кубок нации Он такой Современно своеобразный Не поймешь, какой у него, так сказать, статус Но, тем не менее Играют основные составы Но одна путевка же разыгрывается Как раз, по-моему, победитель Кубка нации И получает прямую путевку Да-да-да То есть есть за что побороться на всякий случай Нет, друзья, основные составы Команды играют сильнейших Ну, что там говорить Да Все равно интересно Все равно это не товарищки Это не выставочные игры Сто процентов Интересная игра, хорошая Хорошая, быстрая, динамичная Физика хорошая была Мне показалось по движению Здорово и так далее Не без Гришков, конечно Нет, весело, весело Весело, хороший футбол, атакующий Да С высоким прессингом Что стало очень популярным В Баварии это показалось сейчас Популярно, но это нужно иметь игроков Как в Баварии Высокий прессинг Это штука очень ответственная Требует очень высокого качества исполнения Да-да, потому что тогда Могут, если хорошо в пас выходят В один-два паса За спину зашвыривают И там быстро выходят Провокация стремительных контратак Если для этого есть данные То это опасно Именно так Ну, поздравляем нашу сборную 3-1 Да-да Это очень приятное начало Евроосени Да-да-да Международного Очень приятно Как вам ситуация с Месси, извините Это уже история, которая Оно примерно как дело Ефремова Которое мы сегодня с вами обсудим Тоже уже доходит до некого абсурда И там просто битва Планетарного масштаба Между поклонниками Месси Половина теперь его ненавидит За то, что он бросает клуб Или хочет бросить Или пытается бросить клуб Который в сложной ситуации Уйти, не уйти Все вокруг денег И так далее В общем, что скажете Ну, что вам сказать Если бы я был поклонником Барселоны А я, в общем, поклонник Барселоны Но не фанатичный Я бы так сказал Я скорее им симпатизирую Чем болею за них То я бы сказал Что, конечно, он предатель Это шаг предательский Потому что если бы он ушел из Барса На топе В момент взлета На топе Это одно А сейчас, когда она в развале Когда она страшно Страшно рухнула В четвертьфинале Лиги чемпионов с Баварией Когда смена поколений Когда не поймешь что Базар-вокзал Сменился тренер И неизвестно, что у него получится У нового Конечно, сейчас уходить Это не дружестный акт По отношению к Барселоне Но он игрок Он человек У него своя жизнь У него своя карьера Ему 33 года Это просто более чем Солидный возраст для футболиста Более чем Сколько ему осталось неизвестно Играть на топовом уровне Я думаю, что не больше пары лет Потому что Ну он в современный футбол Ну просто старше 35 Ну как можно играть Ну вот есть и обратные примеры Там не знаю Ибрагимович, Роналду Которые тоже в атаке играют Там пускай меняется немножко Их позиция на поле Занятость в оборонительных действиях Это да Но я вам напомню Что и Ибрагимович И Роналду суператлеты Да Суператлеты Они просто Богом, Зевсом Одарены от природы Фантастическими физическими кондициями Ну и работают над собой прилично Конечно Чего о Месси не скажешь Он скорее такой гений Гений футбола художественного Но не в физическом Атлетическом исполнении Я тоже, что я говорю Месси гениальный футболист Ну просто это вот сверху поцелуй А Роналду гениальный спортсмен Конечно Месси не атлет Он именно гениальный футболист Там Роналду мог бы Не знаю Легкой атлетикой заняться Плаванием Не знаю чем Везде получилось Месси нет Но так или иначе Конечно будем наблюдать Потому что Ну гений Что там говорить Гений-гений Возможно самый великий Действительно игрок Ну один из величайших Всех времен Сложно сравнивать Сложно сравнивать С Пиле или с Марадоной Сложно абсолютно Абсолютно точно могу сказать Что я его ставлю выше Чем Марадону Точно Поскольку Марадона Все-таки играл Месси практически 15 лет Творит чудо Это же Вот продолжить Месси Знаешь что Марадона Марадона другой образ жизни вел Он был такой Мы знаем Как Владислав Юрьевич Шурков Он был Извините Который написал об этом стихотворении Мы тоже хотели это обсудить Ребята Да значит Марадон был раздолбай Значит и плейбой И наркоман и так далее Месси в этом смысле Очень Человек высокой дисциплины Вот Поэтому он долго играет Но Марадона тоже был гений Конечно Потому что его знаменитая Его пара самых великих голов Чемпионата мира Полкоманда Забитых в одной игре Один забил рукой А второй забил Обведя всю команду Английскую Английскую Ну знаете Я не поклонник Марадоны Это полуфинал по-моему Четвертьфинал Четвертьфинал В 86-го года Потом чемпионами стали Он Марадона в отличие от Месси Был лидером Вот вы знаете Есть игроки лидеры Настоящие Пеле Марадона Кроев Бекенбауэр Зидан Они были лидерами Своей команды Месси не смог Он видимо ментально Он скорее Он же аутич У него же есть Определенно психологические Он ярчайшая Он ярчайшая индивидуальность Но он такой одинокий волк Он не лидер И в этом его Определенный ограничитель Может быть поэтому Аргентина При нем не стала чемпионом мира Да Я 100% с вами согласен Вот в этом Возможно ключевое отличие от Роналду Который сумасшедший мотиватор Да Ну он кстати тоже Он мотиватор Но тоже лидером его назвать нельзя Нет Рон точно 100% Он все Что в клубе Что в сборной Он как дядька уже там сейчас Всех строит Все все тащит Португальцев он сделал чемпионами Европы Ну уже чемпионами мира Извините просто Не хватает Состава Не хватает класса У этой команды Это правда Ну ладно Мы не будем говорить Это мой любимый риторический Вот если есть риторический вопрос Кто лучше Месси и Роналду На которого нет ответа Нет ответа абсолютно Нет ответа Вот Короткая пауза И переходим уже По настоящему важным делам Итоги недели С Николаем Сванидзе Николай Кадыш Ну поехали Понедельник Как всегда В фронологическом порядке С вашего позволения Значит Начнем с Белоруссии Член президиума Координационного совета Белорусской оппозиции Мария Колесникова Сообщил в понедельник О создании новой Политической партии Вместе Я Мария Колесникова Член штаба Виктора Бабарико Сегодня объявляем О создании Политической партии Вместе Мы формируем Новое сознательное Ответственное Белорусское общество Перед нами появляются Новые вызовы и запросы На них необходимо реагировать Страны находятся В политическом И социально-экономическом Кризисе И мы вместе знаем Как из этого кризиса Выйти Сотни тысяч белорусов Талантливых профессионалов Которых брать на себя Ответственность И строить вместе Новую Беларусь Заявила Колесникова Значит Которые они опубликовали Была опубликована И видимо записана Еще до задержания Выступления Бабарико Такой наперед С прицелом наперед Он записал И я насколько понял Что Мария Колесникова Которая сейчас находится На свободе Она на самом деле Немножко на втором плане А Бабарико Становится потенциально главным Ну естественно Конечно Разумеется Вы знаете Ситуация с Беларусь Очень много неизвестных Вот скажем Бабарико Многие считают Что он московский Ставленник Москвы И это потенциальная Потенциальная Такая операция Комбинация Москвы После поглощения Белоруссии Или параллельно С поглощением Белоруссии С удалением Лукашенко Который уже Совершенно нелегитимен Морально нелегитимен Проку от него Никакого Один вред Потому что он ядовит И общение с ним Для Москвы вредно В плане отношений С белорусским народом На будущее И хотят его Понемножку Заменить на кого-то Своего В частности Возможно на Бабарико Который сейчас Находится в тюрьме Не из Москвы Не из Москвы Присылать На Белоруссию Генерал-губернатор Ставленник Правда Белорусы возмутятся Вот Это один Вариант Но Один из вариантов Но так или иначе Я вам должен сказать Что Вот Кого они поставят Это другой вопрос Они в смысле Наши Кремлевские Начальники Но Для меня Совершенно очевидно Что Стратегия одна Поглощение Белоруссии В любом случае В любом случае Это поглощение В любом случае Это сейчас происходит Визит Визит Туда Премьер-министра Нашего Значит Мишустина Тому свидетельствую Потому что Он Не силовик Значит Его визит Не имел характера Договоренности О какой-то силовой поддержке Если бы Визит Визит был там Кого-то из силовиков Что тоже Они были Это имело место Да Все было Это другое А его визит Это именно Да и это именно Так сказать Договоренности По предстоящему Поглощению И там дальше Лукашенко Будет не нужен Здесь Главная Главная Наша угроза При поглощении Белоруссии Это именно то Что договариваются Официально Нужны будут Именно с Лукашенко Подпись Чья Чья подпись Друзья Кто будет Марина Колесникова Поставить подпись Нет Лукашенко А Лукашенко Для белорусов Нелегитимен И вот это Огромная засада Для Кремлевских планов По Объединению Белоруссии Колоссальная Как они Будут решать Я не знаю Скорее всего По-видимому Да Все-таки Подпись Лукашенко А потом Они его будут Менять Отдает он тебе В этом отчет Или нет Я не знаю Думаю что отдает Он не дурак Вот Поэтому он Конечно сейчас Требует для себя Каких-то Каких-то должностей Которые ему уже Предлагались Там будет он Не знаю Премьер-министр Союзного государства Не знаю кто Это не важно Второе лицо У нас Ситуация такая Что у нас Все кто не первые Все последние Все У нас только Есть первое лицо Слушайте Николай Конечно Получается такая Сложная Очень ситуация Сейчас поясню Что с одной стороны Лукашенко Да Был вынужден Переобуться На Воздухе То есть Переобуться Просто фантастически Да На 360 градусов Закончить Все эти разговоры Про Угрозу С востока Все остальное И побежать К Владимиру Владимировичу За какой-либо поддержкой Просто облизать ему туфлю Потому что сейчас Все что он делает Это просто Он Находится в низком поклоне Перед Перед Путиным Да Но даже по сравнению С потенциальным Например Бабарико Насколько я понимаю Лукашенко Все равно Остается Фигурой Которая будет В большей степени Вот до последнего Пытаться сохранить Белорусскую независимость Не будет он сохранять Независимость Не будет? Нет То есть уже Как бы уже сдал Значит Лукашенко Интересует Белорусская независимость Лишь в той степени В которой ему интересуется Его собственная власть Ну Все Если он теряет власть Белорусская независимость Ему Да Просто До лампады Совершенно не волнует Он человек власти Если он теряет власть Плевать он хотел На белорусскую независимость А власть он теряет, так или иначе. Потому что у него нет поддержки, кроме Путина, с которым у него взаимная ненависть. Белорусский народ его ненавидит и не принимает. Все, кто? С Западом он же финтить не может после того, что он наделал. И после того, как он прибежал к Путину. Все, Запад для него закрыт. Значит, для него только Путин, с которым у него взаимная нелюбовь, и к тому же, как я уже сказал, он опасен для Путина, потому что Путин портит его. Лукашенко портит его отношения с Белоруссией. Портит. Это не связь его с белорусским народом. Наоборот, разрыв этой связи. Чем ближе Путин с Лукашенко, тем сложнее ему будет наводить мосты с Белоруссией. Поэтому он будет от него отказываться. Несомненно. И у Лукашенко больше нет ходов. У него цуксванг. У него нет ходов распоряжения. Абсолютно. Он выгрузен уже все. Он побежал к своему врагу фактически личному. По большому счету. Они могут называться друзьями. И там это все детский лепет. Конечно, у них очень большая взаимная неприязнь. И он вынужден обратиться к нему за помощью. Это будет для него большое унижение. Уже большое унижение. С которым он вынужден смириться. Ну да. Бабарик, кстати, интересный получается кандидат. С одной стороны, близкий протестному движению. Теперь еще флер политзаключенного. Что важно. При этом человек как бы системный. Который всех знает внутри Белоруссии. Человек, который при этом имеет отношение к Газпромбанку. И очевидно пророссийский. Ну вы же сами знаете, Николай Катч. То есть пока вот пророссийский, а когда становится президентом, вдруг пророссийским быть перестает. Разумеется. Разумеется. Он будет демонстрировать свою независимость. Но это связано с тем, напрямую зависит от того, в каких уже официальных отношениях будут наши две страны. Если они уже будут объединены, если уже будет поглощение завершено, или на финальном этапе, он никуда не денется. Все. Он будет уже региональным руководителем субъекта федерации. Одним из руководителей субъекта федерации. Но белорусский народ это другое. Белоруссия, которая уже хлебнула независимости. Глотнула ее. Во-первых, белорусская элита, которая сейчас первая. Они не захотят быть десятыми. Потому что как только они становятся, частью России они становятся десятыми. Вот, друзья, вот министр иностранных дел Белоруссии. Он сейчас общается напрямую с руководителями МИДов других странами. А его вообще не будет. А его вообще не будет. Он будет стоять в очереди с коробкой конфет к секретарше, там, к замминистра в Москве. И все. Чтобы она его пустила на рандеву с шефом. Кто он такой? Вот так все белорусские элиты. Они все сразу же из первых становятся десятыми. Им это надо, нет. А белорусский народ, молодежь, которая... Сколько уже нет советской власти? 30 лет. 30 лет они уже без советской власти. 30 лет у них самостоятельность. Независимое, суверенное государство. И вдруг они становятся из независимых людей, они становятся провинцией огромной империи. Причем империи такой глуховатой, не очень успешной, очень такой, на данный момент, стрёмной. Такой, как наша страна. Ему-то надо? Нет, а мы-то не надо. Поэтому с ними придется, как в старом этом... Старая загадка, что чтобы спереди погладить, нужно сзади полизать. То есть к ним нужно будет такой подходец иметь. А мы сейчас способны на это подходиться? Нет, мы не способны. Потому что у нас силовики у власти. Мы способны только ломать через колено. Поэтому будут очень большие проблемы. Сложная история, конечно. Это отдельная ситуация, что будет у нас, я повторяю еще раз, потому что вообще во всей этой нашей объединенной стране на фоне вот белорусских событий, как это все будет происходить, на фоне отравления Навального, на фоне того, что сейчас будет, приближается к финишу расследования сбитого Боинга. Это все... Да, которое немножко отложилось из-за коронавируса. Это все у нас ставит в настолько изолированное положение в мире, что... А говорить, что мы к этому привыкли, нет, к этому привыкнуть нельзя. Потому что это очень сильно будет бить по экономике. Сняли с языка у меня. У меня-то как раз, вот смотря на реакцию консолидированной абсолютно российской элиты, которая полностью лежит под силовиками, я имею в виду депутатов и исполнительную власть, и все на свете, да? За их публичные выступления и так далее. У меня есть ощущение, что все для себя внутренне приняли, что мы становимся опять такой... Мы не Северная Корея, мы большая... Такой империей зла. Большая Северная Корея. Правильно вы сказали. Большая Северная Корея. Для всего мира империя зла. Такой инфанторибль, мальчиш-плохиш, который гордится тем, что он плохиш. Вот. Который всех посылает по матушке, которому никто как бы не нужен, а идите вы нафиг. Ах, вы думаете, что я плохой? Ах, вы говорите, что я учительницу изнасиловал? Так я изнасилую. Потому что вы меня обижаете своими подозрениями, поэтому я на самом деле изнасилую. Говорит ученик третьего класса. Понимаете? Вот вы меня считаете плохим, так я буду плохим вам на зло. И уже наплевать на все. У нас действительно власти спецслужбы, у нас власти силовики. Чем дальше, тем больше. И ситуация замкнутого круга, потому что у власти силовики, они производят действия, которые встречают реакцию на Западе, которые еще больше усиливают их позицию. Конечно. Еще больше усиливают их позицию, понимаете? Вот вы видите же. Вот вы видите. Вы же были правы. Сами спровоцировали, и сами потом... Вот ситуация с Навальным тому пример. Значит, это сделали, если мы исходим из того, что это с большой долей вероятности, highly likely, да? С большой долей вероятности. Это сделали наши... Кто-то, представляющий наши спецслужбы. Системный или несистемный, или другой вопрос. Но кто-то, представляющий наши спецслужбы. Потому что кто еще мог достать эту штучку? Это встречает соответствующую реакцию, которая загоняет нас в изоляцию. У нас, в результате, учитывается ощущение крепости осажденной. А это льет воду на мельницу силовиков. Опять-таки. Вот в этом смысле ситуация у нас такая очень тупиковая. Внутриполитическая. Потому что это все, это все в конечном счете отражается на наших делах. Это все приборит как или иначе. Вот куда ни ткни, вы знаете, дороги, которые мы выбираем, да? Куда ни ткни, все к завинчию не угает. Но ведь есть популярный тезис. Все, автомат Калашникова получается. Да-да-да. Но ведь есть популярный тезис. Ну да нет, ну прекратите. Ну это все внешнее. Или там до подкручивания гаек. Но все равно дети-то и капиталы, они же на Западе. Да, российская элита, да никогда в жизни она интегрирована в мировую. Но это не в их интересах на самом деле и так далее. Ребят, все не в их интересах. Все не в их интересах. Тем не менее, это все делается. Это все делается. Мы же говорим, что там, скажем, не в интересах Путина убийство Немцова. Не в интересах Путина убийство Политковской. Не в интересах Путина отравление Навального. Правильно? Абсолютно правильно. Тем не менее, это делается кем-то, и расследований мы видим не происходит. Нет. Организаторы не выявляются, хотят на них рукой подать. По Немцову там ребенок расследуют, если дать этому ребенку полномочия только. Но это не делается. Мы все время говорим, их там нет, формула их там нет. А вы докажите. А какие ваши доказательства? Как будто нам кто-то должен представлять доказательства, как будто не мы первые главные заинтересованы в расследовании покушения Навального. Мы в этом заинтересованы. Нас подозревает весь мир. Мы должны отбеливаться. А мы говорим, нет, вы нам докажите. Это все свидетельствует о том, что конечно, это так или иначе, имеет ли это системный характер или нет, но это прикрывается с самого верху. Хорошо. К Белоруссии мы еще вернемся сегодня по ходу дальше. Николай Игоревич, а что случилось? Николай Игоревич, хотите закусить? Извините, ребята, сегодня у нас вдвойне замечательный день, а нас еще и... Хотите вот... Из-за стола. Свежайшие лососинки с Даниловского рынка. Вижу, вижу. Не жена, не жена, но из-за стола просто спасибо. Сейчас, Николай Игоревич, можно пока короткая новость из Чеченской? Да вы поешься, вы поешься. А я пока за это сделаю. А вы прокомментируйте. Слушайте, если она пойдет. Хорошо, хорошо. Значит, а потом уже во время новостей я с вами поделюсь. Паштите, Теринес. Любите Теринес? Что это у нас сегодня? Это гусиная печень, да? И утка. А, из-за утины печени. Фуа-гра. Как практически. Что это такое? Сыр козий, свежий, в прованских травах. Или вы с утра такое нет? Вы хотите моей смерти. Ну, возьмите хоть инжирчику свежую. Инжирчику. Ну, хорошо. Мертвого, говорите. Инжирчику съем. Можно буду громко хавать, да. Ребята, у нас сейчас, секундочку, две минуты удовольствия. Спасибо нашим друзьям Даниловского рынка, которые в ближайшие несколько месяцев будут кормить нас здесь, подкармливать с барского плеча. Дашуль, да? Вы спрашивали, что за лосось. Это лосось слабого посола от золотой рыбки. Вау. Да, это все, что привезла сегодня служба доставки Даниловского рынка. Ой, какой свежак, Николай Карлович. Обратите внимание, багетик свеженький. С булочкой ходите. Бездроживой, Виктор. Вы следите за, так сказать, телом. На пшеничной закваске от московской булочной батон. Она называется... Это все, ребята, резиденты. А за соус совсем слабый. Мы выбираем... Слабенький, слабенький. Вярненький такой засольчик. Ну, нормально. Ну, приятно. Заходит хорошо. Еще бы стопочку сюда, ну, было бы вообще хорошо. Я же подавилась от наглости. Я уже хотел бы начать... Инжир, который ты, Николай Карлович, предложил, между прочим, из Армении прямиком. Вот так. Ребята, мы специально выбираем здесь, на серебряном дождь... Аксирун, сирун. Вот, работает инжир! Так вот, короче, мы специально выбираем самых интересных и самых топовых резидентов Даниловского рынка, чтобы они нас кормили. К счастью, Дарья Александровна не завтракает, поэтому все достается мне. Представляете, какое счастье такое? Конечно. Кусочек лососиночки со свежайшим багетом. Я вам там оставила салфетчик. Вам нужно. Ну, возьмите такой козий сыр с собой, Николай Карлович. Молодой отец, вам нужно есть. Мне нужно выпить. Да, да, да. Друзья, я напоминаю, что заказать отличный завтрак, а также фермерские продукты, можно через службу доставки Даниловского рынка. Сделать это можно двумя способами. Либо по телефону. Плюс семь, четыре, девять, пять, двести, семьдесят шесть, ноль, 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 ноль. Или, если так удобнее, то через отличный сайт delivery.danilovskymarket.ru Ребята, лососятина. Золотая рыбка? Да. Отлет просто башки. Просто отлет. Вот именно, знаешь, слабой, слабой соли. Бывает пересоленая, вот то, что обычно в упаковке получается. А здесь, ну, просто тает. Вот тает. Она может спросить, чего тебе надо поставить? Это мрамор. Уже нет. Так, друзья, пока тут и всякое разное, еще другое, мы прервемся и продолжим буквально через несколько минут. Николай Карлович Сванидзе в эфире «Серебряного дождя» до конца этого часа. Итоги недели с Николаем Сванидзе. Николай Карлович, я смотрю, что инжирчик-то хорошо прошел. Хорошо пошел. Мягонький, да? Мягонький. Мягонький, свеженький. Вы приходите почаще. Вы рыбки намяли тоже. Дай богу. Рыбушка мягонькая. Вы приятного аппетита, да. Я даже не знаю, рыбушка-то помягче будет даже, чем инжирчик. Спасибо, Данил, скажу, такой еще раз. Инжирчик послачет. С понедельника по пятницу заходите. Вам всегда рады. Гостя гостями будет. Чего ж не подкормить-то хорошо. Конечно, конечно. Хорошо, ребят, поехали дальше. Мы на Белоруссии сильно сконцентрировались первые полчаса. Нет, ну как же. Все равно это одна из двух главных тем недели. Да, я думаю, что года. Да. Если не считать коронавируса. Пожалуй, что и года, да. Месяц коронавируса. У меня вот вопрос единственный, все-таки инфоповоды был по поводу создания вот этого общественно-политического движения «Весна». То есть создание все равно как-то координационный совет. Это же общественная организация, да? То есть вопрос все-таки про транзит власти, что нужно какое-то юридическое, лицо, которое могло бы выступать, условно говоря, от имени и каким-то образом участвовать в политическом процессе. Ну да. Вот очень сложный такой юридический момент. Ну сейчас с этим лицом никто не будет иметь дело. Я имею в виду, под никто я имею в виду Лукашенко и Путина. А международное сообщество? А международное сообщество может, конечно. Может, вполне. Но международному сообществу не нужно юрлицо. Они могут иметь дело и с Координационным советом без всякого юрлица. И для них это не важно. Для них эта формальность юридическая не важна. Для международного сообщества. Окей. Вторник. Короткая новость. Для короткого комментария. Глава Чечни Кадыров сообщил назначение своей 21-летней дочери Айшат на должность первого заместителя министра культуры республики. Искренне поздравляю ее с очередным важным событием в жизни. Назначение Айшат Кадыровой на новую должность это твердое взвешенное решение. Несмотря на свои молодые годы, она имеет богатый опыт руководства самыми сложными масштабными проектами, в том числе и в области культуры в 21 год. Большой вклад Айшат внесла в дело развития филармонии Чечни. По словам Кадырова, дочь всегда помогает начинающим и действующим артистам ансамблем эстрады. Награждена в 20 лет медалью за заслуги перед Чеченской республикой. Потом она еще в школе выучила Коран наизусть, как известно. Но выучить Коран окей в школе, тут нет вопросов. Наизусть, наизусть выучила Коран, девочка. Там целый конкурс чтецов Корана и на Ближнем Востоке он тоже проводится. Это правда, да. Но вопрос все-таки фактически его руководстве большим министерством. Ну, друзья, ну это, так сказать, системообразующее такое право. Знаете, как у средневекового феодала право первой ночи, да? Значит, здесь вот право назначать своих детей кем угодно. Если бы у нашего большого начальника был сын или сыновья, у меня фантазий не хватает даже, так сказать. Но у нас все-таки невозможно. Что невозможно? Как в Чечне. Что невозможно? Что у нас мало сыновей занимают высокие должности? Ну, я бы говорю про первое лицо. Про первое лицо. Про первое лицо мог бы все равно. Все-таки ни Сталин, ни какие генсеки, ну, даже помыслить не могли о передаче придумывания системы как-то под наследственную передачу власти. А тем не менее. Вот Лукашенко, если бы он не потерял популярность, передал бы, я вас уверяю, сыну Коле. Передал бы. А у нас очень похожая с ним система. Только у нас дочери. У нас дочери. И у Путина, и у Кадырова. Поэтому нужно искать им какие-то места не столь публичные, потому что у нас страна патриархальная, консервативная. Дочка на высоком официальном посту как бы не так смотрится, как сын. Не так органично. Что неправильно, кстати. Но я повторяю, еще раз повторяю, у нас страна патриархальная. Поэтому им подыскивают места. Был бы сын, если бы у Кадырова был сын, он бы его назначал взрослый. Он был назначал первым замминистра обороны или внутренних дел. А дочка на культуру? А дочка на культуру? У нас, так сказать, у Путина две дочки, о которых неизвестны дочки или не дочки. Хотя известно, что дочки. Но это не признается. И вот они, значит, он... Но уже и не отрицает. Но уже и не отрицает. Но есть как бы же еще и разговоры про двух сыновей, как минимум. Но они просто немножко маленькие. Разговоры и маленькие, да. Поэтому это нормально. Нормально, что в этом Эмирате, абсолютно независимом на самом деле, которым является Чечня, что он свою дочку назначал первым замминистра культуры, которая, естественно, будет теперь не первым замминистра. Я думаю, что министр не будет ей командовать, а она будет командовать министром в той мере, в какой захочет. Вот. Ну, вот он дал ей культуру. Девочка, бери культуру. Мальчик хотел бы... Ну, разомх... Мальчик хотел бы с автоматом, как Лукашенко. А девочка на культуре. Ну, Рамзан Ахматович есть и мальчики, поэтому вполне официальные. Ну, естественно, да. Хорошо. Но еще просто подрастут. Подрастут, поживем, поживем, посмотрим. Вторник, что еще любопытного? Значит, кстати говоря, вот президент... Это, сейчас я здесь вернусь, это друзья. Это одна из, одна из черт авторитарного режима. Вот он, как будто нравится, считается, что это порядок. Вот такой вот порядок. Хуй будет дочь начальником, будет сын большим начальником. Это фактически такая скрытая монархия. Конечно. Скрытая, латентная монархия. Вопрос, правда, когда папой не становится, очень часто и дети вдруг теряют свои посты. Естественно. Одномоментно. Естественно, конечно, разумеется. Иногда, иногда происходят даже страшные вещи. Конечно. Не дай бог никому. Кстати говоря, во вторник Лукашенко пообещал сохранить общее отечество с Россией от Бреста до Владивостока, чтобы там не вякали на площадях. Это я цитирую, прямые комментарии. Чайно вопрос у журналистов при посещении Барановичевского государственного профессионального технического колледжа. Сферы обслуживания Лукашенко заявил, что в Москве прислушались к его сетованию на переход к партнерским отношениям вместо братских. Это вообще смешная терминология. Братские народы. Партнерские, братские. Да. Нет такой терминологии в международных отношениях. Нет и быть не может. Братья. Да. Значит, Лукашенко добавил, что никогда не отворачивался от России и назвал медийной выдумкой, что Лукашенко повернулся на Запад. Я опытный человек, я же понимаю, что у нас очень сильно увязана производственная цепочка. Сказал, отметив, что часть белорусской экономики связана с потавками сырья и комплектующих из России, что в свою очередь дает заказы и работу российским предприятиям. Ну и так далее. Он развивал эти мысли. Еще месяц назад Лукашенко в связи с задержанием группы россиян, которых в Минске называли боевиками Чувака Вагнера и подозревали в подготовке провокации перед президентскими выборами, грозил полыханиями до Владивостока и призывал не взорвать обстановку на всем постсоветском пространстве. Нет, вообще, конечно, Лукашенко... То есть вы понимаете, да? Лукашенко, он в силу своего темперамента и дикости, дикой, дикой, просто вранье на вранье, дикой, 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 он так несколько раз подставился за последнее время перед своими. Запад, бог с ним. Не Запад его выбирает и не Запад его снимет, а перед своими, перед своим народом. Вот это вот его переобувание постоянное, когда его болтает, как, простите меня, не скажу, что и где. Вот там прозападной политики до пророссийской. От того, что он арестовывает наших вагнеровцев и обвиняет Россию во всех смертных грехах и в попытке переворота до того, что он бросается в ноги к Путину и обвиняет теперь во всех грехах Запад, что он ловит, значит, переговоры поляков с немцами, какой-то бред сивой кобылы просто. Представляете, друзья, он поймал, значит, переговоры какого-то поляка с каким-то немцем, в котором говорится о том... Давайте, можно на секундочку? Итак, это в четверг произошло и объявлено об этом было на встрече Лукашенко с нашим премьером Мишустиным. И он заявил, что у него есть записи перехвата разговоров Варшавы и Берлина, которые доказывают, что заявление канцлера Ангела Меркеля об отравлении Алексея Навального является фальсификацией. Цитирую, мы перехватили разговор. Мы так понимаем, что Варшава разговаривает с Берлином. Два абонента на связи. Перехватила наша радиоэлектронная военная разведка. Это мы, конечно, ведем и в радиосфере противоборства с натовцами. И мы перехватили интересный разговор, который, я вам дам почитать, его мы подготовим и направим в ФСБ. Отчет ее говорит о том, что это фальсификация. Никакого отравления Набального не было, заявил Лукашенко. Он предположил, что факты из заявления канцлера Германии были подготовлены группой специалистов, чтобы отбить охоту Путину сунуть нос в дела Беларуси. Это цитата. Это он как бы процитировал. То есть два эксперта, там польские или кто это такие, то есть они прямо по телефону говорят, отобьем-ка мы у Путина, желание совать нос в дела Беларуси. Давайте мы отравим Навального, обвинив... Алло, Ганс, Ганс, привет. Обвинив в этом Кремль. Извини, звоню по мобиле, тут что-то плохо берет. Давай по WhatsApp сейчас мы ставим. Давай... Телеграмм перейдем. Да-да-да. Есть задание центра, да. Я только что с Меркель говорил, да? Нет, задание с Вашингтона. Отбить у Путина желание совать нос в Беларусь, да. Фантастика просто. То есть детский сад. И вот как... И Мишустин сидит, он слушает... В старом анекдоте с этой хохмой он приезжает к нам в Одессу. Вот абсолютно. Это теория относительности, как вы помните анекдот. Конечно, конечно. Да, и Мишустин сидит с каменным лицом. Абсолютно, да. Каменный гость. Он умеет это, кстати, делать. Он умеет, да-да-да. И вот я так возвращаюсь к батьке. Вот это вот. Понимаете, какая-то дикость совершенно несусветная. Вот это переобувание. Беготня, значит, вокруг своей резиденции с автоматом. И с 15-летним сыном тоже с автоматом. Вот все это какое впечатление производит обязательно белорусскую молодежь. Уже совершенно взрослую, зрелую, повидавшую мир, привыкшую к своей независимости, живущую в интернете. Какое-то все производит впечатление в этот представитель колхоза, который изображает из себя мирового лидера и который вот так вот себя ведет. Да, это же смесь и председателя колхоза Рэмбо. У него, видимо, действительно мозаичное вот это вот расстройство, которое мы диагностировали, когда там есть характерные черты. Это чрезмерная жестокость, неумение признавать ошибки, сбрасывание вины на другую, постоянно смена точек зрения и так далее. Ну вот именно психологическое расстройство, мы в армии его поставили. Одержимость как бы властью, абсолютно отсутствие эмпатии и так далее. Это все, это больной же человек, это видно. Это уже, мне кажется, не некий прагматизм политический. Но этого человека, Виктор, мы поддерживаем. Это правда. Этого человека мы поддерживаем. И все, что, мало того, мы стали на его позицию или он на нашу, в том, что касается трактовки внутриполитических проблем Белоруссии. Мы также трактуем свои собственные. У нас нет внутренних проблем. Все проблемы, которые у нас есть, навязаны нам извне. Это враги. Польские, американские, немецкие, какие угодно, но это враги. Не может сам рухнуть Советский Союз. Его разрушили извне. Не могут сами протестанты выходить на площадь, в Белоруссии или в Москве. Они поели американских печенек. Обязательно. Это православные выходили, но поели печенек и стали протестантами. Да, совершенно. Или католиками, да. Николай Карлович Сванидзе в студии «Серебряного дождя». Через пару минут продолжим. Итоги недели с Николаем Сванидзе. Николай Карлович, ну, не успели мы еще поговорить, конечно, про Алексея Навального. Кстати говоря, приходят новости о том, что Следственный комитет таки поручил своему сибирскому управлению проверить заявление фонда борьбы с коррупцией о покушении на Алексея Навального. Вы знаете, до сих пор уголовного дела? Уголовного дела нет. Тем временем, в среду стало известно, что лаборатория фармацептики, токсикологии вооруженной силы Германии, специализированная лаборатория, аккредитованная Всемирной организацией по запрещению гимназиным оружиям. Которая занимается именно боевыми отравляющими веществами. Обнаружила в организме Навального следы боевого отравляющего вещества нернополитического действия из группы-новичоков. Там чуть не 20 штук разных. В связи с этим правительство Германии осудило покушение на лидера российской оппозиции. Очень много чрезвычайно жестких заявлений от первых лиц. Причем Меркель сразу просто... Сразу? Да, да, абсолютно. Кроме того, я не буду цитировать их, федеральное правительство Германии сообщит о результатах расследования своим партнерам ПЕС и НАТО. Уже, по-моему, сегодня будет сбор на уровне представительства в НАТО странных участников. НАТО уже сделало заявление руководству НАТО. Вот. Так же, как руководство ЕС, кстати. Уже сделали, значит, да. Уже сделали. Английский МИД сделал, британский МИД сделал заявление. Ну, это понятно. Кроме того, федеральная правительство свяжется с Организацией по запрещению химического оружия. В свою очередь, еще в среду официальный представитель президента Песков сообщил, что в Кремль информация с Германии об отравлении Навального вообще не поступала. В МИД России отметил, что Москва продолжает ждать ответ на запрос Генпрокуратуры. Ранее российская сторона неоднократно подчеркивала свою заинтересованность в расследовании произошедшего. Представитель Кремля также подчеркнул, ну, то есть, Песков, что до вывоза Навального в Берлин никаких отравляющих веществ в его организме выявлено не было. Его, их подотравили его там. Да, в общем, намекают на это. Прямо такого обвинения нет, но намекают на то, что, ребят, он у нас был здоровенький, типа. Типа просто в кому впал. Да, да, просто впал в кому. Пирожков наелся. Гнилых. А у вас он, значит, вдруг... Откуда новичок признавать? Вот это фантастическая оппозиция, конечно, фантастическая. Когда мы... Как будто это у нас гражданины Германии отравили новичком. Отравили гражданина Российской Федерации, лидера оппозиции. Все думают на нас, все думают на Гермаль. Я больше скажу. В общем, весь мир думает на Путина. Так или иначе. Думает, но думает на него. Но думает. Потому что такая история вопроса. Очень много народу травили, убивали. И все лидеры оппозиции. Поэтому думают на него. И прятать голову под крыло и делать вид, что мы, так сказать, жена Цезаря, которая вне подозрений, не приходится. Очень даже под подозрением. Поэтому в наших интересах как можно скорее, тщательнее, прозрачное провести расследование этого не делается. Больше скажу, это и не будет сделано. Потому что в наших тоже политических традициях последних лет все это дело прятать, заметать под лапку. Ребят, на А-Ньюз, я сегодня говорил, в первом части есть очень любопытный, большой материал интервью известного токсиколога. Забыл, как его фамилия, если честно. Мерзоянов. Мерзоянов? Мерзоянов. Да-да-да. Где он подробно рассказывает о том, какие бывают виды новичка, как они действуют, как постадийно, какие дозы, как вводятся, как выводятся, что самое главное, или там распадаются и самовыводятся. Значит, все процессы описаны. И почему, значит, его столько не отпускали из Омска, там лишние сутки, как раз вы вполне сможете сделать все собственные выводы на основе этого интервью. Причем, вы знаете, какая ситуация? Лидеры Запада, они, в общем, не заинтересованы в том, чтобы с нами ссориться. И они не заинтересованы в этой провокации, если кто думает, что это провокация с их стороны. Им это не нужно. Им это затрудняет жизнь. Им нужно общаться с лидером огромной ядерной державы. Им нужно с ним нормально разговаривать. Они хотят нормального диалога. Они не хотят ставить его в положение загнанной крысы, так сказать, которой нужно бояться и которая может броситься на любого. Они не хотят ставить его в такое положение. Я беру образ крысы, потому что он сам, Путин в своих воспоминаниях, как известно, припекает к этому образу. И поэтому им это совершенно не надо. Но это будет. Они вынуждены теперь это делать. Они вынуждены его обвинять. И пока не закончены выборы в США, кстати, Байден будет это использовать в полемике с Трампом. Уже. Уже используют. И очень важный вопрос все-таки, в каком состоянии, когда Алексей Навальный сможет ли он вернуться к полноценной жизни. Вот это вот вызывает наибольшее количество сейчас споров. Дай бог ему здоровья. Николай Карлович Сванидзе был в студии Серебряного дождя. Друзья, впереди мужские игры с Никитой Небылицким.